Мы уже прилетели в Белую Церковь, и нас там переодевали на складах в военной форме. Мы переодевали военную форму, и прапорщик одного человека не нашел военной формы по размеру. Он был большой, такой здоровый сам, ну, килограмм под 140. Ну, раз нет формы, значит, поедешь в Белую Церковь машину, там найдут на месте, на тебе форму. Ну, приезжаем мы уже в палатки, в вораны, построили нас перед палатками. Ну, и здесь старший лейтенант смотрит все в военном, а он один в гражданском. Стоит. Ну, его как-то шеренги и заметно, и видно, потому что габариты здоровые. Он говорит, что такое там? Я говорю, вот, не нашли, но у меня форму. Ну, хорошо, значит, будешь старшиной. А старшина в армии для солдата, то мать, отец родной. Одевает, кормит, в общем, согревает. И вот он у нас был старшиной, то есть встречает нас, когда мы с станции приезжаем, уже накрытые столы, стол накрытый. Вот. И когда он, я помню, когда мы приехали однажды со станцией, вот, и командир взвода ему сказал, что кто не наберет нужное количество рентген, тот не отправится с первой партии домой. Он как стоял, вот, этот черпак такой армейский здоровый, он его бросает на пол и говорит, покажите мне, где побольше рентген, чтобы побыстрее набрать и быстрее вернуться домой. Ну, насколько я слышал от ребят, что его уже нет в живых. Субтитры создавал DimaTorzok